Расскажите, пожалуйста, что здесь произошло в недавние дни? Ну что произошло? Произошло то, что 24 января пришли, разгромили, все имущество, которое здесь бьет, вот туда в библиотеку утащили. Без предупреждений, без поведомлений, вот что самое отвратительное. Это вандалы. Слишком культурное слово вандалы. И когда мы говорим, что где-то, где-то там разрушается, весь мир поднимается на ноги, в том числе и наша вся общественная. А здесь на Кубаре как будто рядовое такое событие. Накануне 75-летия уничтожено помещение общественной организации в памяти маршала Жукова. Помещение. Таким образом, ликвидирован музей памяти маршала Жукова, который был учрежден не просто ветеранами Великой Отечественной войны, это легенды нашей истории. Таким образом, разгромлено помещение, уничтожено. Ликвидирован музей и парализована по-другому не могу деятельность нашей общественной организации накануне 75-летия. А сейчас идет месячек даже оборона массовой работы. Нам приходится по школам, ездить по районам. А собраться? Владимир Степанович, если мне не изменяет память, администрация края неоднократно обещала, что этот музей будет сохранен и вообще... Вот здесь, вот на этом месте стоял губернатор, вот здесь. Вот тут стояла Минькова, а вот тут стояла министр культуры, и тут, не знаю, десятка-два их сопровождающих было. Губернатор спрашивает меня, что бы вы хотели иметь в этом доме? Я говорю, вы знаете, мы бы хотели одно, дом ветерана и защитника отечества. Администрация, когда на мои слова губернатор говорит, а если мы здесь создадим театр защитника отечества? Я говорю, вы знаете, это даже здорово, люди в театр приходят, а вот там музей. Здесь и ребята, здесь и молодежь. Я говорю, я не вижу здесь особого какой-то препятствия. Наоборот, это будет культура. И вот эта патриотическая работа, я говорю, это как раз то, что нам сегодня нужно, что требует государственная программа патриотического воспитания. Ну, он заверил, здесь будет. Создали даже, тут уже штаты были созданы, они располагались, там их группа. А потом смотрим, куда эта группа исчезла. Я говорю, а где тут театральная эта группа? Мы контакт, даже совместные мероприятия уже проводили вместе с театром. Там такие ребята молодые, инициативные чувствуются. Куда исчезли, куда их дели, мы не знаем. И в общем получилось так, что все заверения губернатора, ну, это просто пыль. Просто пыль. Это обман. И вдобавка всего, обман еще в том, что когда мы в 13-м году обратились к президенту Путину, и когда администрация заверила и президента, и вот это письмо, и нас, мы поверили, мы вздохнули. Обман и президента. А нас уже я помалкиваю. То, что с нами, вот они как с нами разговаривают. Вместо того, чтобы какой-то диалог, какие-то предложения, все. И все предложения. Здесь была Золина в свое время. Она, когда мы обратились к Путину, она сюда пришла. Тоже большая группа сопровождения. Что вы хотите? Странный вопрос. Что вы хотите? Мы хотим, чтобы мы тут трудились, работали, занимались патриотическим воспитанием ребятишек. Смотрим. Ну, нам эти картинки не нужны. И вообще нам это здесь не нужно. У нас есть музей Фелицина. Я говорю, позвольте. Музей Фелицина – это государственный музей. Я говорю, это же большая плата. 150 рублей. А у нас ветераны бесплатно. Здесь и конференции, здесь круглые столы. Вы знаете, вот смотришь, когда она так смотрит на тебя, какой-то равнодушный. Вроде того же, что у меня под ногами, вы путаетесь. Ну, это грубо, я просто говорю. Не хочется говорить. Скажите, а вам какое-то объяснение дали по поводу всего вот этого происходящего? Кто это сделал? Никаких объяснений. Вот как с 24 января, а сегодня у нас 3 февраля. Никаких объяснений. Никаких. Кто сделал? Кто за этим стоит? Что произошло? Молчание. Хотят письмо губернатору, ушло в ее приемную. Хотя личное посещение директора департамента внутренней политики, председателя и еще один наш представитель вдвоем. Это во вторник, я не помню сейчас число, ну, истекший вторник были они. Казалось, кто-кто, а руководитель департамента внутренней политики должен был обеспокоиться. Ну, странно, ни звонков, ни какой-то, вот какая-то вот атмосфера, как песина какая-то. Вот шлепают, мы потихоньку тонем, тонем, и все стоят, вся администрация вот так вот стоит, ну, пусть они тонут.